Змеиногорский тракт недалеко от телецентра. Когда 15 лет назад здесь появились жилые дома, многие мечтающие переехать практически в лес с легкостью вложили свои средства в довольно дорогое жилье. Прилегающая территория, по словам жителей, проходила по документам как придомовая. Здесь удобряется, здесь пропалывается, здесь уничтожаются какие-то насекомые, вредители и так далее, высаживаются цветы, квалифицированные садовники работают. То есть мы к этой территории относимся как к территории своей. Это, собственно, то, где мы живем. Этот мини-парк, по словам жителей, популярен и у детей, и у взрослых. Сюда приходят со всех окрестных домов. Правда, оказалось, что с недавних пор эти взрослые дети гуляют по чужой территории. Весной этого года жители узнали, что территория, которую они считали своей, им не принадлежит. Некто подал заявку на выделение этого участка площадью в 15 соток и получил его. Естественно, рассеренные жители бросились писать жалобы, уточнять, что произошло, но получили формальный ответ и от Министерства имуничных отношений Алтайского края, и от администрации о том, что все сделано по закону, участок передан владельцу и уже вступил в право собственности. Соответственно, в самое ближайшее время здесь встанет забор, где мы с вами находимся, и за этим забором будет вестись стройка. Власти объяснили, застройщик в свое время не провел правильное межевание территории. Земля считается захваченной, и в этом году ее перевели в категорию под малоэтажное строительство. Более того, оказалось, что под застройку выделяют еще один уже в 45 соток, и все эти деревья пойдут под снос. По информации, которую владеют жители, правда документально пока не подтвержденной, участки, согласно федеральному закону, выделили, не поверите, многодетным семьям. В этой связи напомним, что недавно разгорелся скандал, где фигурировали участки под застройку в Сосновом Бару, в поселке Кирово. И там лес тоже определили под жилье для многодетных. Многие возмущались, почему одним многодетным выделяют землю в элитном месте, а другие не могут получить даже далеко за городом. Вот участок, который мы выбрали, то, о чем мы говорили, непроездная улица, то есть автомобили не ходят, вот здесь вот тупик. Вот еще одна история. Многодетная семья Судас проживает в селе Санниково в небольшой квартире. Решили, согласно закону, попросить участок земли, нашли на окраине села подходящий. Правда, даже невооруженным глазом видно, вкладывать в него придется еще много средств. Подали заявление в администрацию Первомайского района и внезапно получили отказ. Написано, что данный земельный участок может быть реализован только через аукцион, через торги. А в законе конкретно прописано, что многодетным семьям предоставляются без торгов земельные участки, те, которые они выберут. Наш участок полностью попадал под критерии, то есть и по площади, по территориальному расположению. И мы написали заявление до объявления аукциона, до объявления торгов. Торгов и аукционы еще не объявляли. Прияв себя от шока, обратили внимание на странность. Администрация Первомайского района объясняет решение законом Алтайского края номер 123-3С, который еще в феврале признан утратившим силу. Семья Судас готовится искать правды в суде. Не готовы смириться с парковой зоны и жители домов на Змеиногорском. Они также надеются на защиту закона. Те и другие говорят, конечно, все многодетные семьи имеют равные права. Но почему некоторые оказываются, скажем так, правее? Мы со своей стороны подали запросы в соответствующее ведомство. Ждем ответов. Илья Кочетков, Андрей Печеркин, Алексей Фризин. День с толком.